Какие только цели и задачи за год так называемые спецоперации не называли в Кремле. Они менялись и меняются постоянно. Все озвученные варианты, наверное, уже и не вспомнить. Её цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которая пытается использовать украинский народ, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – освобождения Донбасса. Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование Соединённых Штатов и под ними остальных западных стран на международной арене. Никого не волнует, что это выглядит как минимум странно. Путлер-то прекрасно знает, что его недалёкий электорат поддержит недоцаря во всех его диких идеях и объяснениях. Кто виноват? Украинцы виноваты. Бандеровцы и так далее. Фашисты. Дикий Запад. Вся Европа. Ну, своих не бросаем. Русских людей должны бросать. Геноцид настоящий проходишь. Против кого Россия воюет сейчас? Она воюет за своё будущее, за своё существование. А против кого? Ну, наверное, можно сказать, коллективный Запад. И на первый взгляд так и есть. Россияне недалеко ушли от своего шизанутого фюрера. Как говорится, яблочко от яблони недалеко падает. Россия не начинала войну. Война уже давно идёт. Кто её начал? Вы не знаете, кто? Америка. Есть Запад против нас воюет. Те же самые базы биологического оружия нашли на Украине. Была бы операция, но уже на нашей территории. Фанатов так называемой СВО среди них долго искать не нужно. Там каждый второй, если не первый, кричит о том, что Путин молодец. Украину нужно захватить, Европу разбомбить, а всех украинацистов уничтожить. Нам же надо хохонь-хохлянди взять и всё, и успокоимся. Украинцы виноваты. В чём заключается победа? Нациков искоренить надо полностью, чтобы не было этой чумы коричневой. Как не освободить отечество? От кого? От кого? От нациков этих? Конечно, хотелось бы, чтобы наши российские войска освободили Украину от нацизма. И неважно, что половина из них даже не знает, кто такие те самые нацисты. Это, короче, получается, вы за Украину. Не за Украину, а за этих нарциссов, которые в Германии ещё когда-то были. Нарциссы? Да. Что такое нацизм? Когда людей пытают, убивают. Нарцизм. 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 Главное, Россиюшка победит. А в чём, как, и за что, и почему, это уже не имеет значения. Мы, русские, это наша страна. У нас свой менталитет. Я не то, что помню. У меня это понятие в крови, что русский солдат всегда сражается за правду и за свободу, и за свою родину. Какая правда? А то, что мы боремся с фашизмом, с теми, кого не добили в 45-м году. Мы не проиграем. Мы не проиграем. Не проиграли Великое Отечественное. Ну, тут уж проиграть смешно. И вот так посмотришь на парочку таких упоротых ответов, и создаётся впечатление, что расистский народ тотально поддерживает действия Кремля. Так и есть, поддерживает. Но лишь на словахе, перед телеком. Готовы ли реально все россияне как один в одночасье бросить всё и бежать воевать с мифическим врагом, трудиться круглыми сутками и работать на победу? Ну, конечно же, нет. Вот о чём речь. Ну, поймите же вы в конце концов. Мы ещё даже не начинали. А если вот начнётся мобилизация, будете готовы поехать в Украину? Пока сложный вопрос, но надеюсь, до этого не дойдёт. В том-то и дело, что объявленная Путиным война совершенно не вызвала сплочённости и мобилизации сознания граждан Мордора. Они не воспринимают так называемое СВО суперсерьёзно. Скорее, как игру на приставке, как сериальчик по телеку, как круглосуточный футбольный матч, за которым можно наблюдать, сидя на диване, и громко-громко болеть или безбожно критиковать свою любимую команду. Кто же Россию победит? Никто не победит. Победит Россия. Надо быстрее контур это всё уничтожить. Уничтожить. Бандеру, фашистов. Вот, значит. Кутлеру очень хотелось, чтобы россияне видели в его спецоперации реальную народную священную войну. Наподобие той, что была с 1941 по 1945 год. Но в случае с современными жителями Ерефии дальше слов и слюней во все стороны, дело, конечно же, не заходит и не зайдёт. Мы ведь можем пустить час на Киев. На Киев. В течение часа Киева вообще не будет. Россию никогда не победить. Это история говорит об этом. Это... Даже прислужники Киселёв ТВ говорят о том, что спецоперация для россиян отечественной войной не является. Русский народ и российское общество не считают происходящее войной, а идентифицируют происходящее именно как специальная военная операция. Россия очень хорошо знает, что такое война. Вот, война воспринимает как нечто, что касается каждого. Наш образец войны — это Отечественная война, Великая Отечественная война. Конечно, пока ничего подобного тому, что вставай, страна огромная, в России не происходит. Это, так сказать, политический обозреватель пропагандистского канала «Царьград» говорил ещё до объявления мобилизации в РФ. И утверждал, что стоит лишь её объявить, как народ тут же поднимется ради общей цели. Ради спасения Родины. А мобилизация, я абсолютно уверен, что если дело дойдёт до этого, то это будет означать, что российское общество, российский народ, действительно из стадии специальной военной операции вступил в войну. Это будет другая история. Тогда великая песня «Вставай, страна огромная», тогда мы все как один, тогда всё для фронта, всё для победы. Уже вскоре так и случилось. После очередного жеста доброй воли в Харьковской области Путлер объявил на болотах мобилизацию. Но никакого «Вставай, страна огромная» естественно не произошло. Точнее, страна таки встала, но тут же помчала в направлении пограничных пропускных пунктов. А на сухопутных границах России выстроились многокилометровые очереди. Люди едут в Грузию, Казахстан, Финляндию и даже Монголию. Добровольно выстраиваться в очереди у военкоматов и ехать умирать в чужую страну россияне не поспешили. Одни смогли быстро удрать из Мордора. Вторые получили повестки и смиренно отправились демобилизироваться в чужое государство. Сколько народу, людей провожают два вагона с мобилизованными. Третьи родственники мобиков с радостью начали отправлять своих родных на убой в надежде сказочно обогатиться. Идут, все нормально, мне сын пошел добровольцем. В принципе, если он пошел добровольцем, у этих контрактов нет срокогодности, а нет опасения, что может не вернуться. Ну что ж, долг? А четвертые как воевали, так и продолжили воевать в интернете или сидя перед телеком. Мне надо, чтобы бандеровцев уничтожили. Кого? Бандеровцев. Это не люди, это хуже зверей. Орать «Мы всех разбомбим и победим» они, конечно, умеют. Но на этом вся воля к бою, сплоченность расистского народа и их вовлеченность в войну заканчивается. И это понятно, чего им переживать-то? Их же никто не пытается оккупировать. Фронт-то проходит не на их территории. На нас нападали, как вы знаете, очень много. Вот. Из древних времен, и Наполеоны, и немцы. Вот. Поэтому и всегда побеждали русские. Я думаю, что в этот раз тоже. Им не поздоровятся, по крайней мере. И пусть даже не пытаются. Потому что нужно защитить Россию. Я целиком за СВО. Кремль, конечно же, попытался сразу после объявления мобилизации апгрейднуть понятие спецоперации до целой отечественной войны. Мол, поднимайтесь, люди, вы нужны стране, нужны солдатам. Воюем уже не просто с Украиной, а с целым НАТО. Теперь эта война, как ни крути, народная, потому что на нее теперь едет народ. Для нас это война отечественная. Здесь или мы победим, или не будет России. В конце сентября все пропагандисты выучили новые методички и понесли их в свои эфиры. Ровно в тот момент, когда верховный главнокомандующий объявил частичную мобилизацию, вот то осталось историей. И наступила, да, народная война. Идет война. Идет война со всем западом. Надо четко и ясно работать на войну. Только так мы победим. Но как бы пропаганда не пыталась вбивать в головы плепсу лозунги из серии «Все для фронта, все для победы», россиян это никак не бодрит и не мобилизирует. Они прекрасно знают, что на них никто не нападал. И также прекрасно знают о том, что все эти бредни про «если бы не мы, то нас» – это полнейший бред. Нас спровоцировали. Если бы Украина и Запад, они бы не уничтожали бы русских. Мы поддерживаю, куда нам деваться. Нам надо было что-то делать. Мы не могли сидеть и ждать, когда нам прилетит. То есть, в принципе, вы думаете, что готовилось к нападению, мы просто упреждающий удар сделали? Да, я уверена в этом. Как бы сильно с пеной у рта они не поддерживали свою армию орков, но среднестатистическому россиянину, живущему в тысячах километров от Украины, в реальности абсолютно все равно, каков будет исход войны. Что поражение, что победа, по сути, никак не повлияет на его и без того нерадостную жизнь. Мы проиграем? Конечно, нет. Конечно, нет. А что будет, если так произойдет? Нет. Этого просто не может быть. Россиянам не холодно и не жарко от того, что к Мордору якобы присоединилась парочка каких-то новых территорий. Ну какой им выхлоп от городов, в которые они никогда не поедут? Да они их даже на карте не смогут показать. Слышали, наверное, про эфирендумы, которые сейчас проходили. Рады, что вот эти вот территории наконец-то от России присоединены. Вот это энтузиазм. Радость из нее так и прет. Посмотрите, с каким абсолютным равнодушием встречено присоединение новых территорий и отсоединение новых территорий. Мы видим по опросам, это не произвело никакого впечатления ни на кого. Точно так же на самом деле безразличны россиянам и все их жесты доброй воли. Да, они могут якобы расстраиваться, утешать себя и дерзить. Но по факту-то им все равно, что рашистская армия удрала из ранее захваченных Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Всегда есть наступление, всегда есть перекрупировка, всегда есть передислокация, все что угодно. Ну или вспомнить их побег из Херсона, единственного областного центра, который рашистам удалось оккупировать с 24 февраля. А вчера вроде как назад немного отступили с Херсона, слышали что-то об этом? Да, слышала. Какие? Туралекин сказал, что Херсон, возможно, надо будет оставить, потому что уйти с того берега. Но если надо, значит надо, я верю. Слышали что-нибудь о сдаче Херсона? Буквально вчера Шайгу выступал. Конечно. Что думаете насчет этого? Вот военные разберутся. Мы в этом деле не понимаем. Мы с политикой не интересуемся. Я вне политики, я не военный эксперт. Надо, значит надо. Руководство знает, как лучшее. Мы все отобьем назад. Вот и вся их реакция на провал. Все будет наше. Вопросов нет. Изначально же планировалось, что мы вообще Украину быстро завоюем, там буквально за неделю. Ну я... А что-то затянулось просто все. Я не знаю всех вот этих самых. У Путина такого грозного и сильного, так сказать, областной центра отжали. А он никак на это не отреагировал. Индушины и фермы открывал, ледоколы на воду спускал, а в отношении потери Херсона ни словечко не проронил. И россияне это схабали и восприняли как так и надо. Значит, невелика для них была потеря. Все диктаторы – это люди успеха. Они держатся у власти, внедряя людям в мозги соображение, что вот только благодаря им здесь сохраняется мир. Вообще они живут, рожают, существуют только благодаря диктаторам. Поэтому они люди успеха. Им надо ассоциировать себя с успехом. А какие же тут успехи на Украине? Какие? Сплошные военные поражения. Поэтому он старательно обходит эту тему. Пляшевого фюрера его армию ждет впереди еще множество провалов на фронте. Но он и дальше не будет на них реагировать. А жители болот повозмущаются в телеграммчиках и на этом заглохнут. Грубо говоря, они теряют Мелитополь. Наверное, это переживут. Потому что после Херсона уже, знаете, после первого раза уже могут быть и вторые, и третьи. Да, значит, потеряна, что называется, девственность политическая. С такими успехами Путлер мог бы уже сегодня сказать, что цели спецоперации выполнены. Россия победила. Украина захвачена. И его граждане закричат «Ура!» И не будут задавать лишних и, главное, логичных вопросов. Пропаганда им все объяснит, и они с радостью в это поверят. Ну, то есть, не верите, что Россия проигрывает? Нет, мы не верим, что Россия проигрывает. Я верю, что Россия, наоборот, выигрывает. Какая у нас сейчас основная цель-то? Что вот как завершить-то это? Ну, я так понял, освободить братские вот эти регионы. Освободить... Ну, то есть, сначала мы хотели всю Украину геноцифтировать. А сейчас уже чисто поможем там Нандасу. В общем, судили план. А какие цели? Ну, какие Путин декларировал, какие цели есть. Ну, он много декларировал, какие именно. Вот геноцификанцы имеются в виду, да? Ну, там, да, и вот это все. Нет, ну а зачем им сильно волноваться? Захват или потеря условного Мелитополя для россиян, по сути, ничего не меняет. В отличие от украинцев, для которых освобождение того же Херсона означало в прямом смысле освобождение их дома. Люди ждали дня освобождения и все восемь месяцев в оккупации сберегали национальную символику. Мы терпели, мы ждали, мы ждем только вас. Поэтому граждане Мордора спокойно переживут и потерю Крыма. Может, покричат чуть громче, но потом, как всегда, заткнутся. Вот там русские, у них империя, у них там еще что-то. Да плевать всем на империю. Понимаете, вот всем плевать на империю, всем плевать вообще на все. Никто не знает географии, где тот Крым, где тот Херсон. По моим смутным ощущениям, так сказать, подкрепленным результатами социологических опросов, при всех вопросах к опросам, степень деморализации общества такова, что мало что способно его вот так взволновать, что все, ну тут-то у нас прям край. Чего не скажешь об их фюрере. Вот для него-то как раз потеря аннексированного полуострова может стать настоящим крахом. Для него, возможно, это действительно Кащеева игла. Он уж очень вложился в это все. Используя популярную нынче метафорику, подобно тому, как Саурон перелил силу свою в кольцо. И теперь, если кольцо уничтожено, то и он не функционирует дольше. Вот может быть, тут какая-то такая похожая ситуация, но это его касается, понимаете? Это не касается всей России. Вот так спит Путлер и видит сон, в котором он Украину реально захватил. Весь свой народ в борьбе с мифическими укронацистами поднял и сплотил. А потом просыпается и понимает, что это всего лишь его влажные мечты. Не получилась у него никакая Вторая Отечественная война. Не получилось мобилизовать россиян. Хамское и наглое отношение. Все просто. С какого перепугу жители Мордора все вместе встанут, так сказать, на смертный бой? Им не от кого защищаться. На их землю не пришел свихнувшийся сосед. В их жилые дома не прилетают ракеты. Они-то и являются в этой истории оккупантами. Ну неужели можно бомбить от мирных жителей? Ну а как договорить? Ну так исторически сложилось. Какие-то страны забирают куски от других стран. Это нормально. Абсолютно нормальная ситуация. Давно эти правила игры играются. Одни из них ежедневно возвращаются на родину в черных мешках или цинковых ящиках. Другие продолжают проживать свои никчемные жизни и наблюдать за войной по телеку. Как за очень остросюжетным фильмом. 424 у меня включен постоянно. Мы смотрим новости, смотрим Соловьев. Мое мнение, все зло в США. Вот и все. Бахнуть раз, другой. Это еще одно подтверждение того, что Мордор проиграет. Ведь украинцы, в отличие от жителей болот, каждый день все вместе борются с пришедшими на их землю расистами. Простые люди, артисты, блогеры. Бизнес от мелкого до очень крупного. Все работают и трудятся на победу. Все помогают армии. Украинцы знают, что от исхода войны в прямом смысле зависит их дальнейшая жизнь. Поэтому каждый в стране осознает, что врага нужно как можно быстрее выбить с украинской земли.